Итак, всем привет! Сегодня снова будем мучить автомобиль Toyota Alleyone, замечательный автомобиль японского производства. Будем раскоксовывать двигатель. Один раз мы уже раскоксовывали движок Lavram ML202+. Кто не видел, обязательно посмотрите. Процедура с Lavram помогла этому мотору незначительно. В общем, решили воспользоваться народными средствами. Раскоксовать еще раз. Мотор по-прежнему 1ЗЗ и по-прежнему безбожно жрет масло. В роли раскоксовки у нас будет служить сальвент, который предназначен для разбавления разных эмали, битумных лаков, фенольных грунтовок, ну в общем и так далее и тому подобное. В состав которого входит нефтяная фракция ароматических углеводородов. С сальвента взяли две нольпяшки. Одну пол-литра мы зальем в цилиндры, а вторую в двигатель. Чтобы заодно нам промыть масляную систему двигателя. Ну и чтобы сальвент попал на маслосъемные кольца изнутри движка. Резину тянуть не будем. Заведем движок, чтобы нагреть его до рабочей температуры. Для того, чтобы у нас внутри цилиндров создалась паровая баня. Короче говоря, действуем по старой проверенной схеме. Двигатель набрал рабочую температуру. Глушим мотор и далее разбираем систему зажигания. Снимаем катушки и выкручиваем свечи. Вот так выглядят снятые свечи зажигания. На первом цилиндре мы видим, что свеча очень сильно закидано маслом. Но на остальных трех более-менее нормально. Выставляем поршня в среднее положение. Для этого можно использовать обыкновенные электроды. Все они одинакового размера. В общем прокручиваю, как обычно, за болт коленчатого вала на шкиву. Наливать сольвент по цилиндрам будем с помощью воронки. Измерительной тарой у нас будет служить 250-граммовый стакан. Будем лить ровно по половинке. Как раз получится 125 грамм на один цилиндр. Продолжение следует... Мы видим, что жидкость в цилиндре стоит. Пока кольца держат и не пропускают ее в поддон. Ну и посмотрим, что будет через пару часов. Так же закрутим свечи на свои места, для того, чтобы в цилиндрах образовалась паровая баня. Просто отлично. Да как это же так, что жидкость вложила в жидкость. Продолжение следует... Поехали. И так оставляем все это дело часа на два. И будем действовать далее. Прошло ровно два часа. Сейчас подшевелим поршня для лучшего проникновения сольвента к поршневым кольцам. А там где-то там же жидкость получается. Теперь в обратную сторону. В общем покрутить нормально коленвал у нас не получилось. Поршня упирается как сказать в гидро. Получился как бы гидрозатвор в цилиндрах. Потому что осталась жидкость. Ну короче говоря сейчас вывернем свечи. И провернем коленчатый вал уже по-человечески. На пару оборотов. Как я и говорил сольвент в цилиндрах у нас присутствует. В глаз бы не попал. Давай. Полные горшки. Давай. О, вниз пошел. Давай, давай. В общем пошевелили. Поршня. Сейчас накинем свечи на пару витков. Чтобы у нас туда ничего не попало. Уже теперь паровая баня тут не светит. Мотор остыл за два часа. Ну и оставляем еще на пару часов. И переходим к следующему этапу. Прошло еще два часа. И сейчас посмотрим что у нас там в цилиндрах. И так мы видим что поршня сухие. И значит жидкость у нас протекла через кольца в поддон. На всякий случай попробуем откачать шприцом. Чтобы удостовериться что у нас там ничего нет. Все-все. Все-все. Ну вот-вот тоже попробуем. Видишь? Там потом все видно что нету ничего. Ну и как вы уже заметили что в шприце ничего нет. Поршня сухие. И в общем едем дальше. Да? Покручу. Ну конечно. На свечные колодцы накинем в ветошь. И покрутим пару-тройку раз стартером. Чтобы вся зараза у нас из цилиндров вылетела наружу. Без газа? Да-да. Запах какой блядь. Ну давай еще. Хорош. Вон она сухая все. Вообще нет ничего. Что вкручиваю свечи? И завожу? Ну. Все погнали. Закрутили свечи на место. Подключили катушки. В общем подготовили систему зажигания к запуску двигателя. Затем заливаем оставшиеся пол литра сольвента в двигатель. Затем запустим двигатель и помолотим минут 15 на холостых оборотах, слегка подгазовывая. Затем запускаем мотор. Да? Да. Страшно. Не забывай. Затем запускаем мотор. Глохнет. Сейчас подгазни. Моторичке не очень нравится, чего мы ему залили в цилиндры. Пытается заглохнуть, подтраивает, но ничего переживет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После 15 минутной инзекуции над двигателем сливаем отработанное масло в перемешку с сольвентом в спецтару. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даливаем свежее масло в двигатель Щупом проверяем уровень. Ну и можно сказать, что раскоксовка двигателя с промывкой Таким средством, как Соливен, можно считать законченной. Насчет результата еще, конечно, судить рано, поэтому спрашивайте в комментариях. Постараюсь всем ответить. Ну а что мотор стал чист, чище, это, я думаю, по-любому. О Капитале чистый движок намного приятнее, это вам скажет любой моторист. Ну а у меня на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии, спрашивайте. На все вопросы я постараюсь ответить, как я уже говорил. В общем, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok